В сегодняшний день мы с вами празднуем память и праздник святых первоверховных апостолов Петра и Имана. Апостол Петр вместе со своим братом Андреем Первосватным были из городка Вивсаиды, у моря Галилейского, и были рыбаками. И вот если мы посмотрим на всех учеников Господа, то это не были знаменитые люди, и это не были люди, которые занимали какое-то положение в обществе, но в основном это были или простые люди, или, как считалось, народе грешники, как тот же Матфей, который был катарем. И вот Господь призывает этих простых людей следовать за собой, и они оставили все, идут за Господа. И в сегодняшнем Иоаннском чтении от Матфея мы с вами слышали, о том, как Господь на Илье у своих учеников наших начал спрашивать, о том, за кого его принимают в народе. И вот начали они говорить о том, что одни думают, что это Илья, другие думают о том, что это воскресший Иоанн Креститель, третьи думают, что один из пророков восстал в Израиле. На что Господь им задает прямой вопрос, «А вы за кого меня почитаете?» И вот апостол Петр тогда еще, Симон, он встает и говорит, «Ты, Сын Божий, ты царь из Израиля». И вот Господь отвечает ему словами, что «Ты, Симон Бариона, не плоти кров тебе открыли это, но Отец мой Небесный, который есть на Христе». И ты, Симон, и Петр, камень в переводе, и на этом камне, и за снизу церковь мою, и на то, а, и на то, и на то, и на то, и на то. И действительно, мы знаем апостола Петра, как ревностного последования, как действительно первого ученика Господня, но который также в своей жизни имел искушение, когда он пал от Господа во время его крестных страданий. Но, как мы знаем, он первым сято-богословом, когда услышал весть о воскресении, побежал ко гробу для того, чтобы увидеть Господа. Но прибежавшие они увидели только ризы, которые лежали по гробу. И вот, как мы знаем, и дальше издияния апостольских после вознесения, после сошествия Святого Духа, святой апостол Петр в этот же день обращает три тысячи народа, также активно проповедуют все апостолы в Иерусалимском храме. А дальше, когда начались гонения на христианскую веру в Иерусалиме, они отправляются по Всеримской империи с проповедью о Господе нашем Иисусе Христе. И мы знаем, что еще до падения Иерусалима до 70-го года нашей эры, после Рождества Христова, когда был разрушен Иерусалим и Иерусалимский храм, все практически апостолы, в доме Иоанна Богослова, которому Господь сказал, как мы вчера слышали в Иерусалимском члене на утрене, что если кощу до того пребывать, то те же приеду, что к тебе, ты по мне гряди. Да, то есть единственный из учеников, кто не умер смертью мучеников, был Иоанн Богослов, и кто пережил падение Иерусалима, Иерусалимского храма. И вот в 60-х годах как раз-таки апостол Готор и апостол Павел принимают мученическую кончину в Иерусалиме, при императоре его никогда уже были воздвигнуты официальные гонения на христианах. Апостоли Павли, что мы с вами знаем из книги Деяния, из его апостольских посланий, мы знаем обращение Савла, как и Петра, звали Симоном, так и апостола Павла, звали Савлом. И мы знаем, что он был из парисеев, единственный из учеников Господних, имел хорошее образование, он был из парисейской школы, и подгнал Церковь Божию, как он сам о себе пишет, что иногда я, в некоторое время, очень сильно гнал Церковь Божию. И, как мы знаем, что он, когда был первоученик Стефан Дьяков, когда его побивали камнями, то и фуноша, а Савл, будущий Павел, сидел и стерег одежды тех, кто побивал святого Стефана камнями. Но, как мы знаем, получивший письмо от первосвященника для того, чтобы идти в Дамаск и связывать всех христиан, и везти их на суд в Иерусалим, ему по дороге в Дамаск из Иерусалима является сам Господь в неприступном свете и говорит о том, что, «Савл, Савл, что ты водишь меня?» Апостол Павел, будущий падает на колени и спрашивает, «Ты кто, Господи?» На что получает ответ «Я Иисус, которого ты водишь?» И после этого мы знаем обращение апостола Павла. Он несколько дней пребывал в слепоте, потому что этот свет божественный его ослепит. Но в Дамаске после принятия крещения он заново прозревает и уже без боязни это выходит на проповедь Господа нашего Иисуса Христа, чем удивляет всех, кто Его знал и кто говорил, что не этот не гнал, не этот не преследовал, а сейчас он, без боязни, на проповедию. И мы знаем, что апостол Павел действительно, наверное, один из тех, кто больше всех подкрутился в благовестии веры Христовой, веры Господней. И он, как римский гражданин, был усердным мечом, ему окрубили голову, и начиналась достаточно гуманная казнь. А апостола Павел, как мы знаем, сами распяли, но в последний момент, когда его хотели распять, он сказал, «Я не достоин быть распятым, как мой Господь». Поэтому его распяли вверх ногами. И вот оба этих апостола, подмудившись во славу Господа нашего Иисуса Христа, закончили свою жизнь. Мучили чистой кончиной. Но, как мы с вами знаем, сегодняшний Моим Ангелия, Господь обещал апостолу Петру в ключе от царствия Божия. И действительно, всем двенадцати апостолов завещал, что сядете на двенадцати престолов, судьи двенадцатим коленам Израиля. Действительно, обещая жизнь вечную. И вот, вспоминая сегодня первоверховных апостолов Петра и Павла, помолимся их, святым апостолам, чтобы они укрепили и нашу веру, потому что апостол Петр иногда искушался в вере. Мы знаем, каково было это искушение, да, из евангельских чтений. Апостол Павел был гонителем, и он стал ревностным проповедом. И вот, попросим святых апостолов, чтобы они укрепили и нашу веру, чтобы укрепили наши сердца, и чтобы также помолились за нас, греши к Господу, чтобы Господь никогда не оставлял нас с вами на всех путях жизни нашей. Аминь. Баси, Господи, все за молитву, за то, что собрались сегодняшний день в храме, потому что храм наш носит имя святого апостола Петра. У нас сегодня с вами пресвольный праздник, поэтому я нас всех поздравляю, всех причастников поздравляю с принятием святых престолов в Тае. И послушаем слова благодатственных молитвах. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе!